Всем привет! В этом видео хочу рассказать о своем путешествии на Эльбрус. Всем привет! Вот я в городе Пятигорске. Очень красиво. Мы с мужем сейчас гуляем, смотрим. Красота. Даже как-то приятно удивлены, если честно. В этом году мне захотелось экстрима, и мои знакомые, друзья рассказали, как красиво на Кавказе, недалеко от самой большой горы Европы, недалеко от Эльбруса. И я подумала, почему бы не поехать и не посмотреть эти места. Я выбрала туристический клуб в интернете, и у этой компании было много хороших отзывов, поэтому я поехала с ними. И вот мы взяли все необходимое снаряжение, сели в машину и поехали в поселок Терскол. Мы проезжали мимо небольших деревень, небольших городков. От Пятигорска мы ехали примерно три часа в горы. Дорога была очень красивая. Горная река была необыкновенно голубого цвета. Встречались коровы, да, они выходили прямо на дорогу иногда. В общем, дорога была прекрасной. Все время хотелось доставать камеру и снимать. Видите, какая красивая горная река. И, конечно, камера не передает той красоты. То есть мы еще даже не доехали до самых красивых, как считается, самых важных мест. И уже невероятная красота. Всем доброе утро! Сегодня мы идем на Чигет. И сейчас покажу, какие есть интересные виды. Идем есть чебуреки. Как я уже сказала, поднимаемся на гору Чигет. Невероятная красота вокруг. Там есть канатная дорога, конечно. Но у нас был трекинг. И мы шли пешком всю дорогу и вверх, и вниз. Нам попалось очень-очень красивое горное озеро с небольшими водопадами. И мы решили немного свернуть с маршрута, чтобы посмотреть это озеро поближе. У нас было много сил, энергии. Все-таки первый день. И вот, наконец, мы добрались до озера. Очень красиво и очень тихо там. Не было туристов, когда мы пришли. Была абсолютная тишина и погружение в природу. Хотелось сесть и помедитировать немножко. Просто посмотреть вокруг в тишине. И послушать журчание воды. Это мы уже добрались до конца канатной дороги. Не до самой вершины горы. И здесь открывается прекрасный вид на Эльбрус. Конечно, в конце путешествия небольшое вознаграждение. Нас ждала отличная кафешка, где были очень вкусные чебуреки. А это уже второй день путешествия. А это уже второй день путешествия. К сожалению, не снимала много видео. Сейчас жалею, что нужно было снять побольше. И здесь нас уже путешествия на гору Терскалак. Терскалак. На второй день мне было немного более сложно. Я была ещё устала после предыдущего дня. Но, несмотря на это, путешествие прошло без проблем. Трекинг был очень красивым, как всегда. И самое-самое главное, куда мы шли, это водопад Девичьи Косы. Девичьи Косы. Очень красивый, очень гармоничный водопад. И там хотелось сидеть долго-долго-долго и смотреть на него, слушать его. К сожалению, нужно было идти дальше. Но место волшебное. А это очень смешное видео. Привет, дорогой. Смотри, какую красоту ты пропустила. Мы собираемся туда. У одного из моих попутчиков был дрон. И он снимал великолепные, очень красивые видео с дрона. И у меня есть несколько таких видео. Спасибо, Юрия, за них. Потому что именно благодаря дрону мы можем увидеть всю картину сверху. То, что человек увидеть просто не может. Посмотрите, какая красота. Да, мы рядом с обсерваторией. И после этого мы прошли ещё немного выше, больше, чем планировали. И даже не сильно устали. В конце нашего восхождения на Терскалак мы решили сделать привал возле заброшенного домика. Покушать, набраться сил. И потом, чтобы уже было легче спускаться вниз. Кстати, очень необычный домик. Сюда приносили какие-то старые инструменты, старые бытовые вещи, какие-то утюги. Там даже была пила. Не помню, видимо, я не сделала дополнительное видео с этими предметами. Но место очень атмосферное. И там никого не было. Мы были там одни. И спустя некоторое время мы пошли вниз. Вниз было идти, как всегда, гораздо-гораздо проще. Вот такой интересный пейзаж. Иногда даже ощущение, что ты на Марсе. А, это уже следующий день нашего путешествия. И мы, наконец, на станции Мир, чтобы двигаться выше на Эльбрус. Так я отдыхаю. Вот такой вид из окна. Волшебные закаты, волшебные рассветы. Невероятное единение с природой. Очень хотелось каждый вечер, каждое утро выходить и смотреть, как просыпается и засыпает природа. Иногда погода была не очень. Об этом я сейчас расскажу. Но иногда было очень тихо, очень спокойно. Вот наш домик, кстати, где горит окошко. Там мы сначала жили нашей группой. Потом к нам заселились ещё люди. Но нам было комфортно всем вместе. Кушали каждый по отдельности, дружили, разговаривали. Так что было очень комфортно. Вот как раз погода, погодные условия испортились. И выпало очень много снега. Но снег не беда. Беда была в том, что был очень сильный ветер. Вот я счастливо улыбаюсь. Был очень сильный ветер. И мы просто не могли идти выше. И полтора дня просто сидели на станции. Ждали, когда погода будет потише. И можно будет подняться хотя бы метров на 500 вверх. И такой день был. Мы поднялись до 4300 метров. Но мне было там уже даже страшно, потому что ветер был сильным. И меня буквально сбивало с ног. Я буквально чуть ли не падала. С горами шутить нельзя. Поэтому мы, конечно, спустились вниз. У нас был гид, который руководил нашим путешествием. Мы спустились вниз. И на следующий день, наконец, смогли дойти до поляны пастухов. Забыла, как точно называется. До пастухов, как обычно говорят местные и любители подъёма в гору. Мы дошли до пастухов примерно на 4800. Но выше уже не смогли. На следующий день нужно было возвращаться в Пятигорск. И у нас были куплены билеты на самолёт. Но один человек в нашей группе остался ещё на два дня. Чтобы потом подняться. И он поднялся и был на вершине. Но у нас, к сожалению, не было такой возможности остаться дольше. И я думаю, что всё ещё впереди. Видите, какие красивые шапочки из облаков. Я их назвала шапочки. Они как будто бы накрывают сверху вершины гор. Очень живописно. И вот последний, самый-самый красивый закат на станции Мир. Мне даже хватило того, что просто мы были на природе. Мы были в горах. А вершина, она всегда стояла и будет стоять. И, конечно, ещё всё впереди. И можно успеть добраться до вершины. Главное, не рисковать. И действовать с холодной головой. Понимая, что с горами не шутят. Никогда. И вот мы уже спустились вниз. Спустили все наши вещи. Вот сколько у нас вещей. Много рюкзаков. По два рюкзака на человека. Баллоны с водой. Ну, баллоны уже были пустые. Воду мы выпили. И пора возвращаться в Пятигорск. В Пятигорске меня ждал муж. И мы решили вечером отдохнуть. Поэтому снова пошли в гору. Пятигорск, конечно, это гористая местность. И вот мы пришли. Сейчас забыла, как называется. Сейчас проверю. Да, это место называется озеро Провал. Это природный колодец. И очень красивое место. Но, к сожалению, не ухаживают за этим местом. Так я бы лучше заплатила за вход. Но, чтобы за этим местом лучше присматривали. Еще мы ходили на место дуэли Лермонтова и Мартынова. Такое знаковое место. Но, к сожалению, это был вечер. И я не сняла на камеру. Ну что, дорогие друзья. Вот и закончился мой рассказ о путешествии на Эльбрус. Спасибо большое за внимание. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok